привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать окружающий мир и сегодня мы отправляемся в путешествие по европе а именно на север европы мы рассмотрим северные границы россии вспомним какие страны севера с нами граничат а также рассмотрим столицы достопримечательности стран северной европы и так но насколько вы помните да из прошлого видео мы говорили о том что две северные страны граничат с российской федерацией это страна норвегия и финляндия но к северным государством относят всего пять стран и о каждой из них мы сегодня поговорим три из этих стран и из три из этих стран находятся на скандинавском полуострове который своей формы напоминает такого тигра который как бы бросается на добычу да посмотрите пожалуйста это три государства норвегия швеция и финляндия найдите их на карте да посмотрите действительно голова тигра до его и его спина да эта страна норвегия его лапы как бы швеция да и задняя задние его лапы это финляндия да если посмотреть внимательно то можно действительно так себе представить кроме этих трех стран еще к странам северной европы относят исландию до находящиеся на острове а также дания об этих странах мы сегодня будем говорить но начнем с того что объединяются эти страны если вы посмотрите внимательно то каждая из этих стран имеет свой да конечно флаг и свои расцветки флаг но формы этих флагов они очень схожи да здесь изображен скандинавский крест этот крест обозначает меч но считается почему он перевернут что раньше носили флаги на специальных до шестах носили их вертикально ровно но со временем да когда уже стали носить горизонтально да его как бы перевернули да эти и эти кресты тоже перевернулись так вот на всех флагов этих государств нарисован этот скандинавский крест но у каждой страны свои цвета и этим они как бы показывают да свое отличие друг от друга ну поехали давайте посмотрим на каждую из этих стран я вам немножечко про них расскажу начнем мы с норвегии да если мы посмотрим с вами на карту то увидим что норвегия да это как раз вот спина и морда до этого тигра который бросается да на как бы в находится в состоянии прыжка норвегия очень красивая страна самая северная страна самая холодная до считается и мы говорили в прошлом уроке про остров шпицберген который находится чуть дальше да даже от материка чем и объясняется да такое название до северной стороны кстати норд век это слово так и переводится до путь на север то есть норвегия да сама по себе сама себя называть самой северной страны но она так и есть почему его еще называют королевством фьордов если вы посмотрите то спина тигра как будто бы она такая как будто бы она рваная такая да как будто бы шерсть встала дыбом да вот это и есть фьорды если вы посмотрите на вторую картинку вы увидите дело в том что так как это северная да страна там был были ледники и эти ледники когда они с гор до уходили в море да они как бы прорывали себе такой путь и сейчас вместо этих вот путей расположены вот эти вот фьорды то есть вода она как бы впивается в сам материк таким образом образуя такую рваную да неровную неровную границу а рваную такую поверхность ну вот очень красиво красивое зрелище обязательно если будете в норвегии съездите на эти фьорды очень красиво это все выглядит но и я не сказала да конечно столицей норвегии является город осло очень красивый старинный город славится множеством достопримечательностей у него очень красиво обстроенная набережная например и вы можете видеть на картинке там очень интересно красиво но правда холодно конечно идем дальше следующая страна это швеция да и есть норвегия это спина до нашего тигра да то норвегия это его лапы до норвегия то есть швеция это его лапы даже в швеции городом столиц столичным является стокгольм это исторически очень красивый город в центре этого города есть старый город так называемые то место до который сохранилась спустя много 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 веков кстати швеция это не просто страна это королевство и которым правит настоящий король да причем швеция очень интересно сохраняет так называемый нейтралитет то есть она она давно уже не участвует в различных войнах и возможно именно из-за этого она является такой очень сильной экономической развитой страной но следует сказать конечно что швеция подарила всему миру такого прекрасного писателя который вы знаете конечно же это астрид лингрен ее герои пеппи длинный чулок и карлсон например очень очень известные я думаю что вы с удовольствием смотрели и мультфильмы по этим книгам и сами книги возможно тоже читали из швеции также пришла к нам музыкальная группа оба известная да во всем мире своим своими песнями здесь же собирается одна из лучших хоккейных команд ну и конечно же именно в швеции в стокгольме вручается одна из почетнейших премий мира это нобелевская премия которая вручается ежегодно ученым из разных областей следующая страна который мы идем это финляндия я уже говорила на прошлом уроке что история финляндии тесно связаны с историей россии одно время даже финляндия была частью нашего государства здесь у нас столицы является город хельсинки вообще это очень очень красивая страна еще ее называют страной тысячи озер но это не совсем так здесь более ста восьмидесяти тысяч озер огромное их количество эта страна очень чистая если вы приедете в хельсинки то очень редко можно увидеть чтобы где-то валялась бумажка то есть за этим за этим городом и вообще за всей страной очень внимательно следят и финны конечно да у них тоже образуется какой-то мусор но они настолько бережно относятся к природе и к своей стране что встретить мусор на валяющийся на дороге конечно это очень было бы странно для любого из них да и для туристов соответственно тоже ну и следует сказать что конечно же финляндия славится своим 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 санта-клаусом которому отправляются многие туристы и зовут его елу пуки сейчас он выглядит как санта-клаус но раньше он выглядел немножечко иначе его родина до находится вот финляндии туда отправляются ребята со своими родителями под рождество следующая страна кажется такой маленькой да эта страна дания она уже находится не на скандинавском полуострове да уже на европейской территории да ну то есть на более не уже на мы не на материке на самом находится на эта страна кажется только такой маленькой на самом деле дании принадлежит самый большой самый большой остров это остров гренландия но дело в том что в гренландии обитает очень мало людей очень очень маленькое поселение потому что гренландия почти полностью покрыта льдами но европейская часть зданий да она вот такая небольшая аккуратненько на карте вы можете увидеть в именно дания подарила нам с вами такого прекрасного писателя как ганс христиана андерсен да я думаю что его героев вы знаете это солдат например из огнива да и многие многие другие до герой щелкунчик и так далее здесь же производится я думаю что самая любимая детская игрушка это лего здесь даже расположен такой городок лего где можно ну как развлекательный парк да где можно познакомиться с продукцией до этой компании и что-то как-то с ней поиграть повзаимодействовать познакомиться ну и конечно же нужно сказать до столицы дании является город копенгаген он очень красивый и у него очень красивые красивые набережные город сохранился да тоже замечательно датчане очень внимательно следят конечно за сохранностью своих достопримечательностей и в этом нужно отдать им должное обязательно если будет возможность едьте в данью посмотрите прекрасная прекрасная страна с прекрасной интересной историей мы идем дальше и следующая да наше государство это исландия это островное государство которое находится как не на мансерике да она находится также из исландия да само слово переводится как ледяная страна здесь расположено огромное количество гейзеров и вулканов столицей этой страны является город и рик явик если говорить про гейзеры и вулканы это особая даже история дело в том что здесь действительно их очень очень много и извержения вулканов бывают довольно таки часто вот один из самых таких и значимых недавних таких извержений это извержение вулкана который называется эйфьядлуйкудль в 2010 году когда произошло извержение этого вулкана было даже было в воздух этим вулканом выброшено огромное облако пыли и многие авиакомпании просто отменили свои рейсы на несколько дней то есть люди не могли совершать полеты вообще никакие потому что это облако пыли оно рассеялось над водами атлантики на огромное огромное расстояние и просто затруднило до нашего на нашу нашу жизнь дать до тех пор пока этот пепел весь не осел люди не могли до улететь там к себе домой например но такие извержения там случаются довольно таки часто кстати про столицу да про город трейкявик это действительно тоже очень красиво интересная столица вы можете на фотографии видеть главную площадь до этого города это самая северная столица мира если мы говорили про норвегию да как самое северное государство про самую северную страну граничащую с россией то самая северная столица это именно город рейкявик ну и конечно же следует сказать что не только норвегии но и в исландии есть красивые фьорды я думаю что если вы туда попадете то вы убедитесь в этом и насладитесь их красотой ну а что нам нужно с вами отметить себе в тетрадях это вот эту таблицу до в которой мы расписываем какие страны у нас находятся на севере европы их столицы главы этих стран до этих государств и язык на которых они говорят но если мы пройдемся до кратко страна норвегия город осло я уже говорил это столица это королевство до королевство норвегия здесь говорят на норвежском языке швеция город стокгольм тоже королевство до говорят на шведском финляндия здесь город хельсинки финляндии управляет президент финляндия говорит на финском и есть еще население которое говорит на шведском языке тоже дания копенгаген столица. Здесь у нас главой Дании является королева и говорят там на датском языке. Исландия со своей столицей Иркявик. Исландией управляет президент и говорят там на исландском языке. Обязательно остановите видео, эту табличку перенесите себе в тетрадку, постарайтесь запомнить данные из этой таблицы. Ну а мы с вами подводим итог. Сегодня говорили про северные границы России, а также обсудили столицы и достопримечательности стран Северной Европы. Мы прошлись по ним бегло. Я уверена, что вам захочется после этого видео конечно же узнать об этих странах побольше. Тем более, что их история и их культура действительно не может не завораживать. А мы на этом прощаемся. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока-пока.